По инициативе областного агропромыслового союза все лето на Гомельчине в Першиню провели конкурс на звание лепшего керовника сельской господаршей организации. Организаторы продугледили две номинации. Керовники со стажем до 5-ти годов и свыше этого термина. Первые места присуджены ответственно директору открытых акционерных товариств Дубовица Кармянского района Галине Касчеевой и директору совгаза комбината Зара Мазырского района Олегу Слинько. В уголе у каждой номинации по три призовые месяцы. Я ше девять человек отримали звание лауреатов. Одну з лепших господарок в области наведали наши корреспонденты. Кожный працевный день у директора акционерного товариства Тихиниши починается с проведения планерки. Сельгаз-продприемство в Оргачевском районе не самая маленькая, тому потребует постоянной уваги с боку керовниства и специалистов. Правда, неких значных проблем у господарцы нема, а калиняшты узникает, то одразу выращается. Собираем своих специалистов, собираем, если есть какая-то проблема, мы ее озвучиваем, сразу находим пути выхода из данной ситуации. На сегодняшний день никаких проблем предприятия нет. Начальник молочно-товарного комплексу Любов Лысенко шесть годов тому переехала в Беларусь с Украины, а пошний час працуя у Тихиниших. С уликом того, что мясо-молочный накерунок приносит сельгаз-продприемству 80% вырушки, в этой галине повышенная увага. Моцная экономика дозволяя не только створать для працующих належные умовы, а и выплачивать недренную зарплату. В этом году и она перевысит 1050 рублей. Я работала в предыдущем хозяйстве, где было очень много проблем. И если мне сравнить свое на сегодняшний день хозяйство Тихиничи, то иногда мне кажется, что тут вообще нет проблем, не существует. Насколько оно все слажено, отработана система. То есть это человек, который всегда пробует внедрять что-то новое, подкупает то, что он не боится этого, то, что он целестремленно к этому идет. А мы у него, как у Бога, за пазухой. Акционерное товариство Тихиничи Юрий Васильцов узначальвое два годы. По выниках конкурсу он занял у своей номинации другое место. Улечывалось все – от экономических поспехов до культуры в творчасте и отсутствия фактов травматизма. Что пишется, Тихиничи, тут саправды есть шим похвалиться. В этом году тут навыд открыли линию по творчасте ябышного сока, что дозволило не только рационально выкаристовывать садовину, а и отримливать еще и недренный прибыток. В общем, подначальные кажутся об своим директоре, як человеку господарливым. Часом мягчим астрогим, а лезавсюды справедливым. На работе мы должны работать, а в быту мы должны просто жить и отдыхать. А в плане наказания, то кого-то необходимо наказать ежедневно. Кого-то необходимо и похвалить, дать какую-то благодарность, выписать какую-то премию. Идея областного агропромыслового союза проведения конкурса лепших керавников сельско-господарших предприемствов знайшла подтримку у старшинной облвыконками Геннадия Соловья. Аудзин у ее практичной реализации приняли областный комитет по сельской господарции Харшаванне и областный Галиновый профсоюз. Як чакается, узнагарожывание переможцев и лауреатов конкурсу отбудется на наступном тыдне. Оценить по достоинству их труд, потому что мы привыкли к тому, что животновода, доярку, механизатора награждают все время. А вот человек, который организовал успех этих людей, они обычно остаются в тени. Это руководители. И вот с этой целью мы проводим этот смотр-конкурс на лучшего руководителя, чтобы еще раз подчеркнуть, что роль руководителя ни в коей мере не умаляется, от нее зависит очень многое.